Окей, мы продолжаем наш урок статьи Рава Шерке по Хануке. Вот эта статья, мы немного начали, даже не немного, а сколько-то уже прошли. Вот Ханука. И как бы основная тема, которую Рав рассматривает в Хануке, это заголовок такой, праздник священничества Киуны. И исправление заложенных вне опасности. Значит, мы прочитали как бы вступление, вот, и несколько параграфов после этого. И как бы основная тема была это рассмотрение некоторого особого свойства, которое присуще имманентно Киуне персвященству или священничеству, а именно связано с его распространением. На велике это называется «Икпаштут». Ну и приводились как бы примеры между, сравнение между Мушер Абейном, между ним и между Аароном. И Аарон – это распространение. Вся тема была в том, что у нас она связана с тем, что она стремится распространить свое влияние наружу, наружу вне храма и вне храма среди как бы евреев. И, более того, вообще на весь мир тоже. Окей? Теперь мы продолжаем в том же… Сейчас я иногда это отмотал. Да, вот. И вот у нас последнее как раз было «Икпаштут». Вот это было здесь. Вот «Икпаштут» – это душа, то есть это распространение святости. Мы продолжаем дальше. И вот следующий параграф, он называется «Склоняться влево или направо». Ну хорошо, по заведенной привычке читаю на иврите, перевожу на русский, а потом, пожалуйста, Андрей, Тимофей и все, кто хотят, могут тоже участвовать в чтении. Правильно я озвучил? Так? Да. Окей. Итак, ну вот я буду курсором вести, чтобы было понятно, где я нахожусь. Итак, склоняться вправо или налево. Пишет Раф. А как было сказано выше, Аарон и его дети, его потомки, они удостоены кеуны. Кеуны – священничество. Ну, кто-то, кто еще не знает, давайте запомните слово кеуна, потому что каждый раз это проще говорить в киноюрите, такие термины, и оставлять их без перевода. Итак, «Лифней Ханука Амешкан Омер Лаэ Моше». «Вперед» – как это, «Ханука» тоже такое слово? «Освящение», наверное. Да, «освящение», да, правильно, «освящение». Хотя вот тоже интересно, слово «Ханукат» вы видите, да, похоже на слово «Ханука», потому что там тоже как бы было связано с тем, что освятили крам. Но по-русски это «освящение», а слово «святой». Но здесь нет к душам, да, а освящение в том смысле, что, ну, как бы типа обновления. То есть у человека, например, когда у него есть квартира и дом, он его построил, и все, он зовет гостей, называется «Ханукат Абайт». «Ханукат Абайт» означает, что он приглашает всех отпраздновать обновления дома или что-то вот типа этого. Да, но интересно, что на иврите просто это вот «Ханукат Абайт», праздник «Ханука», «Ханукат Амешкан». «Ханукат Абайт» — это вот по-русски переводится «освящение Мишкана». Окей, вот как написано в книге «Вейкра» Левиты, да, восьмая глава, тридцать третья, восьмая глава, тридцать третий стих. «Умипетах оэльмуэд лот тэцу шивата ямим ад йом млот ямэй мэлуйхэм ки шивата ямим ималу эт едыхэм». И от порога, так, наверное, оэльмуэда, это шатра откровения, так по-русски, не будете вы выходить, в смысле куаним, семь дней до дня исполнения, не знаю, как по-русски переводится, исполнения ваших предписаний, что-то это не было, наполнения вас содержимым, чтобы вы могли служить. Вот, наверное, такой смысл. Потому что лэмалэ — это вообще наполняет. Здесь в том смысле, что они как бы входят в должность, грубо говоря, или подготавливаются семь дней. Вот у них семь дней курс молодого бойца, я-то сколько говорю, в кавычках, да, естественно, этого не написано, это я придумал, да. И вот после семи дней, почему? Ки шивата ямим ималу эт едыхэм. Потому что семь дней будете наполнять руки ваши. Вот такая идея. Поэтому это называется милухэм. Чем наполняются руки? Не знаю, это, наверное, перевод расшивист. Но я думаю, что по-простому идея такая, что вы будете как бы входить в тавки, вы будете готовиться как бы к службе. Муше, дальше читаю вот это. Муше мурэ лаэм лаше бенкомам ло лазус. Зоя Акбала. А Муше приказывает им или учит их не двигаться с места. Ло лаэм лаше бенкомам. Просто сидеть на их местах. И ла лазус. Не двигаться вообще. И подчеркивает рах Зоя Акбала. И это является ограничением. Продолжая дальше. Вэ ахэн катув бенше. И да, действительно, так написано в продолжении. Там же, то есть восьмая глава, 36 стих. Там был 33, а это 36. Вэ я саарон ванав, эт кола дворим ашер цва ашем беят муше. И сделали. Обратите внимание, очень интересно. Вэ я саарон ванав, эт кола дворим ашер цва ашем беят муше. И сделали. Ну, по-русски он переводится, сделали, наверное. И сделали. Как раз единственное число, и в этом вся соль. Ну, хорошо, да. И сделали аарон и его дети. Все, как бы, вечили. Все то, что приказал муше. Все то, что приказал Всевышний, через муше. Чуток забегая вперед. Те, кто читали дальше, либо имеют соображение, могут тоже забежать вперед и сказать. Вызывает удивление. Тимофей, есть удивление? Да нет пока. Подожди, а скажи, ну, как бы простому смыслу, понимаешь? Ну, почему надо говорить, что сделал аарон? А что было подозрение, что он не будет делать? Ну, ведь не каждый раз пишется и сделал так, как ему сказали. Ну, как бы, понимаешь, если человек все время исполняет приказания, не будет все время говорить, вот он сделал так-то. Командир приказал, солдат сделал. Все-таки каждый раз говорили, солдат сделал, как приказал командир. Ну, понявшись, приказал командир, так он сделал. И вот на этом дальше Рав будет останавливаться. Один из моментов. Действительно странно. Почему надо подчеркивать, что аарон именно сделал? А что было подозрение, что он не стал бы делать? Ну, хорошо, идем дальше. Омэ Раше. Вот начинается цитата из... Сказал Рашин, начинается цитата из Раше. Магид Шевхам. А тут сообщается о их... Ну, хвале, так память по-русски называется. Шевах – это хвала. Шевхам – это во множественном числе, да? И тут сообщается их хвала. Какая? Шейло и ту Ямину Смоль. Что они не склонялись ни вправо, ни влево. Грубо говоря, что они выполнили все четко, как было сказано. Не отклоняясь ни вправо, ни влево. Окей? Опять же, тоже вызывает как бы сомнение. Почему и Раше тоже должен, идя за писанием, говорить. Ну, вообще правильно. Не отклонясь ни влево. Почему они должны были отклоняться влево и вправо? Непонятно. Итак, пишет дальше Рав. Кэл-э-м-э-м-шам-у-лэ-м-шэ. То есть, по-простому, они слушались му-шэ. А вот дальше спрашивает Рав. Улам. Маду ешлы шефхам. А челу и ту Ямину Смоль. А с чего это надо их вообще хвалить за то, что они не отклонились направо и налево? Кэн-э-ре. Продолжай дальше. Кэн-э-ре-ше-ра-ше. Мэ-вин шэ-кат-уф. А-а-а. По-видимому, Гриша, привет. По-видимому, нам Раши тут намекает, что писать... А нет, Раши нам говорит... Или нет, Раши понимает, что Писание нам намекает на то великое желание, или великую страсть даже, хешек – это страсть, которая есть у Куаним. Вообще, говорят, кланяться влево и направо. Понимаете, это опять вот в струе как бы и в паштуто. Помните, мы говорили про Надафа Авилу, там, ну, как бы, такое немножко смешное сказано. Ну, неважно, но сказано, что Надафа Авилу были, я надеюсь, что Гриши вернется, были Куаним, потому что они как бы были такие очень импульсивные. Но здесь это как бы, поедем, продолжение той же линии, да, что у них такое сильное желание втраняться влево и вправо, что если вообще говоря, они сидят на месте и как бы делают, что им сказано, вот это шерк. Это как вот Натан, да, грубо говоря. Натан такой, по-моему, все время там влезает, да? Да, Натан слегка, я тоже вспомнил пример Надафа Авилу, но у меня вспоминается, что там они вроде бы отклонились, но их, в общем-то, Маше потом и похвалил за это. Что не отклонились. А, Надафа Авилу... А здесь они внесли какой-то свой элемент служения. Ну да, Эр-Зара, да, Эр-Зара. Смотри, там тоже, мы сейчас не будем про это, там сложное, но как бы однозначного там нет. Грубо говоря, они были наказаны. То есть все-таки итог такой, что они сделали неправильно. Ну то, что потом про них Муше говорится Аароном, что вообще я думал, я предполагал, что это мы с тобой будем на этом месте. То есть не говорят, что они, грубо говоря, подлецы там сделали отвратительные вещи, что-то типа этого. Они поступили как-то не очень правильно, но были наказаны с нашей точки зрения, что они несоразмерны, но Всевышний так наказал, понимаешь? Но то, что у них свойство как бы порывистое, и они хотели еще что-то такое от себя добавить, и все. Ну, какую-то отсебятину сделали. А, видимо, в этом месте отсебятина была не положена. Окей? Идем дальше. Вот читаем здесь. И действительно, в конце концов, это действие не было совершенным. Написано. Сказано. И сделал Аарон и его сыновья. Правильно. Вот это то, что Андрей сказал. А я про это даже подзабыл. Вот. Ведь не написано, как бы был бы правильно русский перевод, да? И сделали. Сделали Аарон и его дети. То есть, по-русски неправильно сказали. Сделал Аарон и его дети. Кстати, сделали. Но здесь, здесь, наивить, это тоже немножко странно звучит. Точно так же, как и по-русски. То есть, если во множественном числе, то, по идее, должны будут сказать. А то, что сказано в Аяас, в единственном числе, это как бы поршанут. Вот Раф Шелькер как раз этот поршанут и дает. Он говорит. И поэтому, в соответствии с этим, у Аарона, как бы действие, да, действие было совершенно. У кого-то только эхо слышно. Совершенно. А у его детей немного меньше. И да, действительно, мы это видели, или подтверждение мы видели, на следующий день, в день восьмой. То есть, семь дней было посвящение. Вот тут есть ссылка, можно ее прочитать. Ссылка такая. Раби Леви Ицкак Мебердичев, Экша Аль Парашат Беаладха, это Нерод. Экша, по-моему. А, да. Раби Леви Ицкак Мебердичева, он как бы задавал вопрос, сложность на историю зажигания свечей в храме. Это Парашат Беаладха, не написано зажигание, а как бы восхождение или вознесение, потому что как бы огонь сам поднимался. Но, тем не менее, и так. Гам Шам Котэ Фраши Аля Пасук Вэя Скен Арон. Там тоже написано, и там тоже в книге Бемедбар, можете посмотреть, восьмая глава, третий стих, тоже сказано в такой же точной формулировке. И сделал так Арон. И да, и там Раши говорит на том же месте, он говорит, для того, чтобы сказать нам или сообщить нам о хвале, хвале, по хвале, помните, даже лучше, по хвале Арону, который не изменил, в смысле, не изменил слов приказания. Шэль Раби Леви Ицкак. Она это спрашивает Раби Леви Ицкак. А с чего это вообще надо, как бы, хвалить Арона за то, что он вообще слушал соприказания Моше? И отвечает на поставленный самим же вопрос. Лу ани аити бим комо, лу аити маслех, ла длик это менора. А вот Раби Леви Ицкак Мебердичева говорит, если бы я был на его месте, у меня бы не получилось, мне бы не удалось зажечь менору. Почему? Меров и тракшут, а шэмена я не шпаху менора и тану фэлит. Потому что я бы так, как бы, был взволнован эмоционально, взволновался, что у меня бы пролилось масло. И вообще менора, скорее всего, просто бы упала. А Валя Арон ихзикет Ацмо, но Арон сохранял самообладание, и Дгаберд превозмог, как бы, бурные чувства, как в, как это следует в недельном разделе, Шмени, в котором сказано, вы и дома Арон, и умолк Моше, или стоял безмолвно. Это как раз на Дабве Ави. Это как раз история про Дабве Ави, про которую сказано, после того, как Моше было объявлено о смерти сыновей, сказано вы и дома Арон. Такое очень сложное, серьезное и трагическое, как бы, замечание, и то, что написано. Мы сейчас не будем это обсуждать, но, во всяком случае, видно, что Арон обладает массой самообладания, в отличие, по-видимому, от своих сыновей. Вот продолжает дальше, но я не знаю, это уже слова самого Раби Леви, или это Рафшерки пишет. У и Тапек, вышатак, он сдержался и смолчал в тот момент, когда у него было очень много, что сказать. Возвращаемся вот к этой сноске. Сейчас, да как, где она была, что-то я глазами не вижу. А, да, вот она была здесь. Так, Муше говорит Арону и его детям, чтобы они сидели. Семь дней. Да, ну а что же мы ожидаем, что будет происходить восьмой день? А вот то, что там написано. Написано там же. И было на восьмой день. И вот мы снова видим здесь предупреждение или предостережение. Если вы хотите, чтобы слава Всевышнего вам появилась, или вы ее увидите, так вы делайте, как я вам говорю, в соответствии с моими словами. Если вы хотите преуспеть, тогда будьте любезны. Это я вставляю, будьте любезны. Шим-у слушайте, да, или внимайте. Закону Муше или слова Муше, вот Турат Муше. И в день восьмой. Та, то тоже так же. Зе тикун шель акиуна шенота ли фроц гадер. И в этом заключается тикун. Тикун – это такое капитальное слово в еврейской традиции. Это означает некоторые изменения, улучшения ситуации. Зе тикун шель киуна. И это исправление киуны, у которой есть свойство склоняться и прорывать ограду. Альдерах машаль. И образно говоря, зек мол а тет ле хату ли шмор а ла шамэн. Это вообще такое выражение, которое очень часто в Израиле говорят. По-русски, по-моему, то же самое. Дать кошке сторожить сметану. Как это по-русски называется? Есть такая пословица? Нет, не припоминаю. Ну, это как бы идея такая, что понятно, что нельзя кошке давать лишь моральной шамэн. Нельзя давать ей, потому что она ее сожрет. Но ты испытываешь это против ее природы. Правильно? Ты говори ей, чтобы она не трогала сметану, потому что она сметану больше всего любит. Правильно? И, видимо, здесь идея такая, что в природе Киуны Куанин это Лифроц Тагаде. А здесь их, с одной стороны, они как бы знают, что они могут Лифроц Тагаде. А с другой стороны, им говорят, сидите ничего не делайте. Это же самое, как сказать кошке. Сиди и не трогай сметану. Потому что она не будет трогать сметану. Потому что она очень захочет трогать сметану. И поэтому им полагается Шевах похваление. Потому что как кошке, которая сидит рядом с сметаной, и не ест. Ну вот, грубо говоря, если Шерам себе такое позволил, то мы тоже повторяем. То есть, получается здесь, что Моше увидел вот это стремление в сыновьях Аарона. Да. Что они могут пропускать преграды. Да, да. И он их похвалил не зря. Он похвалил как раз Аарона. Аарона, да. Аарон Аарона предупредил, что если вы хотите, чтобы слава раскрылась, делайте, что я говорю. Да, 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 да. И заканчиваем этот параграф. Ахэнда надав авиу еш кошелый кобыль девре муше. Поэтому действительно надав и авиу, у них есть как бы внутренняя трудность принять слова муше. Которые, которым, по-видимому, могли бы ему сказать, послушай, мы семь дней тебя, как ты сказал, сидели и слушали. Дай, все, дай. Хватит. На восьмой день мы будем делать, как мы хотим. Вот такая идея. А то, что они в восьмой день должны были слушаться. О, вот это как бы хидуш. Окей? Дай, это тоже, кстати. Дай, но это вообще из-за пасхальной агады. Правильно, эта песня? Дай, дай, дай. Ну и вообще в современном иврите там же просто слово сказано. Говорят, что когда рождается еврейский-израильский ребенок, скорее уж даже израильский. Вот два слова, которые он примерно всего говорит. Первое – это ло. Нет. А второе – это дай. Хватит. Да. Я бы еще к этому добавил. Он еще через очень короткое время говорит два слова. Который, ну, в дальнейшем, не знаю, до лет 18 и дальше выражает все свое отношение к жизни. Есть Бали в ло Бали. Вот Бали – это я хочу, а ло Бали – это я не хочу. Вот этими словами выражается вообще вся его связь с окружающим миром. Тоф, ну, хорошо, это Стамбул, как бы это. Но да, это все время, да, и да, это на каждом шагу говорят. Итак, считается не очень красиво, как бы приличные люди так не говорят. Ну, идем дальше. Даршу Хазаль, а именно. И так поясняли это мудрецы. Это в книге Баикра Рава. Сейчас. Они, по-видимому, не советовали друг с другом, так я понимаю. Ло натлу и ца зе мисе. Литоль – это брать, но только, то есть, такой высокий стиль. Но вообще это натлу – это как лакху, да. Например, на тела отъедаем, это когда берут воду, выливают на рот. Ну, называется на тела отъедаем. Или там про талит, то же самое. Или то ли талит. На самом деле, брать его, а не как бы… Ну, это как бы более высокое, типа, возносить. Правильно? Лон атлу и ца мисе. То есть, они не советовали друг с другом. Вот это второе, оно отрицает первое. Потому что написано, уру аллаха бифней мисе, рабан мисе – это не очень хорошо. Это как бы плохо. Потому что они учили галаху перед мисе. В смысле, что они ему говорили, как надо делать. Наверное, вот как-то вот так. А почему лон атлу и ца зэ мисе, честно говоря, не очень понимаю. Вот второе, то есть, вот конец фразы, но вообще, в говоря, противоречит начало. Что лон атлу и ца, как бы не советовались друг с другом. Непонятно. Вот здесь вот… Бифней муши тоже… Может, я имею в виду, что они не посоветовались с маше? Давайте следующую фразу прочитаем. Смотри, вот здесь вот буква «б» она не мешает. «Б» Если было бы сказано «ле», «лифней муши», тогда это 100%. Это как бы как их хуле сказано. Потому что учить тор, учить законом кого-то – это все равно как бы объяснять учителю, как надо себя вести. Понимаешь? Но вот тут написано «бифней муши», не очень понимаю, может быть, как бы давкой «а-а-а, не срыфу». Но все-таки это означает, что это говорится как бы хуле. Они из-за этого были сожжены, что они как бы объясняли муше или говорили муше, как это должно быть. Они слушались его. Или, может быть, даже лон атлу и ца, зэ, мизэ, может быть, имеется в виду, что они не приняли совета от муше, может быть. Мизэ, вот этот вот зэ, вот здесь вот это зэ, может быть, это муше, на самом деле имеется в виду, не от друг друга, а от муше. И общий смысл такой, что они не послушали совета муше, а наоборот, как бы ему объясняли, как надо делать. Из-за этого были сожжены. Дальше. Вот это вот дальше. Итак, получается, что кеуна, священничество или первое священничество, она, вообще говоря, способна держаться или сдерживаться 7 дней. А на 8 день происходит, начинаются проблемы. Вот, мне кажется, это тоже как-то состыковывается с тем, что Раф все время проводит такую линию, что есть большая разница между 7 днями и вообще 7 днем и между 8 днем. 7 дней – это 7 дней творения. Отсюда же, вспоминая наше прошлое, да, то, что мы уже учили вот здесь тоже про ханапу, да, что 7 дней – слово савуа, лизбуа, тот, кто насыщенный, в смысле, кому это достаточно, это от слова, опять же, шева, тот же корень, а слово шмини – 8, и от этого же, можно сказать, слово шамэн, а шамэн, как бы, это уже жировая подкладка, не знаю, как это уже, это уже что-то мы удав, это что-то сверх, как бы, нормальное. Поэтому тоже весь мир был создан с творением, как бы, за 7 дней, а 8 день – это уже совсем другое, типа Оламаба. Вот, ну, как бы, такая идея. Я думаю, что здесь тоже не зря снова проводится все время. То есть не то, что не зря, это видно снова опять 7 дней и 8 день, да, и поэтому вот Киуна, она держится 7 дней. А на 8 день начинаются проблемы, проблемы, которые бы снадабы обью. Кто-то или Андрей хочет читать? Народ. Андрей? Да, попробуем. Да, давай, нет проблем. Ну, я хотел только немножко обсудить, да, то, что мы на прошлом уроке проходили, да, там, как бы, нам показывалось, что вот это общий принцип, да, и что так и надо, что 8 день он выходит до границы семи. Но здесь это показано в таком свете, что он выходит, потому что это там некоторые люди не удержались, да, что это как бы из-за греха происходит, из-за внутреннего ецера, да, вот такого. Да. Получается, что, как бы, изначально, ну, как задумано, да, или это сломалось что-то, вот в чем вопрос-то, интересно. Да. Да, как будто какое-то противоречие с тем, что было в прошлый раз. Да, да. Ну, я где-то согласен, давайте, может, почитаем подальше и, как бы, может, поймем. Ну, давайте. Итак, Бухеу Фореш – это как, плачет и уединяется, что ли? Отделяется, я думаю. Ну, пока что, условно, переведем так, а потом посмотрим. Ага, ну, Фореш – это вот такой, как бы, отшельник, да, который отделяется. Да, Лифрош – это, да, да, да. И сейчас тоже в современном элите Лифрош – это уйти с дистанции, уйти с соревнований. Или Лифрош – то же самое, это когда человек, например, оставляет работу и увольняется по собственному желанию, его называются Лифрош. Ну, скажем так, плачет и удаляется. Да. Гамлифны йом хакипури макоэна гадоль хаяю шеф бумэшах шиват ямим бэлишкат прахадрин. Это какое-то греческое слово. Ну, хочешь, прочитаю, вот здесь это объясняется, откуда это слово берется, потому что людям тоже это непонятно. Не только нам, а людям тоже. Если хочешь, можешь это прочитать. Так, ну да, сначала предложение я переведу. Да, окей. И также, то есть, подобно вот этому освящению Мишкана, также и перед Йом-Кипуром первосвященник, да, Коэн Гадоль, сидел на протяжении семи дней вот в этом помещении, которое называется Лишкат-Парахадрин. Да. Итак, что такое Мишкат-Парахадрин? Да, мы читаем. Восьмой лист, вторая сторона. Муват-Барайта, Ба-Мазбир, Раби-Ягуда, Шебет-Хила, Некраха-Маком Лишкат-Балавти. Это по-гречески. Барайта, который объясняет Раби-Ягуда, что вначале это место называлось по-другому, Лишкат-Балавати, как-то так. Опять же, по-гречески. А, вот, это по-гречески Лишкат-Сарим-Ве-Нехбадин. То есть, место таких, как бы, чиновников, да, или каких-то… ВИАП. Как-как? ВИАП, я говорю, ВИАП. А, да, ВИАП. То есть, место для уважаемых, таких высокопоставленных людей. И в конце периода второго храма, когда первосвященство продавалось за деньги, тогда поменяли имя этому месту на Лишкат-Токиде-Ам-Элих, место… Чиновников, чиновников просто. Ну да, служители царя, да. Ну да, служители царя. То есть, понизили… Ну да. Чин тех людей, которые там сидят. И поскольку пакиде-Ам-Элих, то есть, вот эти вот чиновники царские меняются каждый год, и также менялись первосвященники. Ага. Окей. Ну, это такое техническое замечание. Окей. Сказан Моисеем, да, Моше. В течение семи дней обучают его удрецы Сангедрина, которые являются учениками Моше. Так точно. То есть, обучают кого? Вот этого первосвященника, который перед Юрхипуром, да, ученики Моше, члены Сангедрина обучают этого первосвященника. Да. То есть, вот этот скандал, который произошел перед освящением Мишкана, повторяется снова. Восьмой день берут клятву. Да, заклинают, да, заклинают, заклинают первосвященника именем того, кто поместил свое имя в храм, да, то есть... Ну, в Всевышнем, да. Чтобы он не изменял своих слов... Ну, а Шило и Шанедовар, чтобы он ничего не поменял из того, что ему было сказано. Да, то есть, он, как бы, они его семь дней обучают, а после этого он один входит в святая святых, да, и они его заклинают, чтобы он все делал, как ему говорят, чтобы он ничего из этого не изменил. Что тоже странно, это опять так, то есть, Раф опять нас подводит к мысли, что это странно. Это означает, что, ну, как бы, его надо заклинать, потому что, видимо, у него есть, как бы, натия такая, отклоняться от этого. Да, потому что, вот он здесь же пишет, да, что вот этот скандал, который с Надавом Авио произошел, он повторяется. Ну, по крайней мере, есть опасения, что может повторяться, что были такие случаи. Да. Так, для чего следует заклинать его, чтобы он ничего не менял? Вот, пожалуйста. Потому что, исходя из самого того, что он является коэном, у него есть вот эта страсть изменить. Да. И это корень вот этого направления, которые были во втором храме, были. То есть, вот эти струки, они не принимают Тору этого мира. Это корень вот этого, да, вот сейчас здесь. А, да, я перескочил. Шамранут, это здесь, как понять? Консервативность, ну, как бы, сдержанность, консервативность. А, то есть, хотя они и консервативные. Ну, надо объяснить, как бы, этот клон, так что, как бы, из них это не соответственно. Потому что известно, что, как бы, эти струки, они, как бы, шевроним. Понимаешь? То есть, они не сторонники комментариев, а, как бы, да, идут по тому, что написано. То есть, не, как бы, по идее, как бы, более жестко, понимаешь? Какие? Фундаменталисты. Да, правильно, фундаменталисты. А здесь, получается, наоборот, что он фундаменталист, а, по идее, фундаменталист не должен, как бы, дергаться, идти со своими, как бы, чувствами. Поэтому, ну, Тору, надо как-то из этого выйти, из этой ситуации. Но он это объясняет. Ага, и он объясняет, что они фундаменталисты по той причине, что они чувствуют свою принадлежность к грядущему миру. Да. Исходя из этого, они не готовы видеть развитие в этом мире. Я не очень хорошо понял. И наоборот, этот подход был ламазан. А, ну, то есть, они это, консерваторы, да? Да. Потому что они принадлежат грядущему миру, и они говорят, что в этом мире мы не принимаем никаких изменений. Да, вот отсюда идет консерватизм. То есть, вот это учение саддукеев, это, как бы, такая выдающая, выпуклая священничество. Ярко выраженная, да. Ярко выраженная нития, да. Вот этих священников, да, которые мы все это время читали, да? Вот это стремление оторваться. Большинство саддукеев принадлежали священникам. А фарисеи были более близки к народу. Да. И чаще всего священниками были именно саддукеев. Да. Потому что фарисеи, они были более такими близкими к народу. Чуть-чуть, да. И из чего следует вот это опасение в Йонг-Кипур? Да. Ну, это не вопрос, это как бы он утверждает. То есть, из чего идет вот это опасение в Йонг-Кипур с того момента, что Коэн Гадоль, да, будет находиться один, когда он войдет в кодыш Кудашим, и никто не увидит то, что он там делает. Да, и дальше цитата Ваикра 16-17. И никакого человека не будет в шатре откровения, когда будет входить туда Коэн, да, чтобы искупать, совершать искупление святом святых до его выхода. То есть, он там один, подтверждение, что он там один. Да, кроме него там никого нет. Ну, да. Вот конкретно, чего боялись. Да. Итак, опасение в том, что Коэн Гадоль может повести себя согласно саддукейской Аллахе, то есть, воскурить благовоние, воскурить кторет до того, как он войдет в кодыш Кудашим. Противоположность порядку, установленному по фарисейской Аллахе. Да, правильно. То есть, у них, получается, была разница в том, когда зажигать кторет, до входа или после входа? Да. То есть, они опасались, что он зажжет раньше. Да. Получается так. Ну, да. Раз говорится в трактате Йома, что мудрецы Сангедрина опасались, что он не послушается их, и поэтому заклинали его. И Коэн Гадоль плакал и удалялся, и они удалялись и плакали. Да, может быть, даже Поршим здесь, ну, не знаю, вот, может быть, Нехама, если она нас слушает, пусть уже завтра, она нам поможет. Может быть, даже Поршим здесь в этом смысле отворачивались. Мне так кажется по смыслу. То есть, не уходили, а может быть, даже как бы отворачивались. Ну, на самом деле, это какая-то, это Мацафе Мевуха, какого-то душевного смятения и неудобства. Так вот он объясняется. Поршим Бухимб и Поршим, да, наверное. Не могли, как бы, смотреть друг другу в глаза, вот что-то типа это. Ну, да, да, они же удалялись друг от друга, да, что он уходит, а не остаются. Да, да, да. Он плакал, потому что подозревали его, а они плакали, поскольку подозревали того, чьи действия скрыты. Ну, наверное, да. Я тоже не очень понял этот слой. Это вот стумим, честно говоря, не очень понял это слово. Сатум – это да. Даже не то, что непонятно. Потому что если бы написать сокрытый, то это было бы как-то другое слово стояло. Понимаешь, стумим – это обычно вещи, которые как стенка, они непонятные. Ну, да, ну, скорее всего, тоже, как ты перевел, наверное, правильно. То есть, идея в том, что они были невидны. Они его подозревали в том, что он будет делать что-то неправильное, когда он останется один. Ну, вот, наверное, такая идея. То есть, у них было взаимное недоверие, и они об этом плакали. И они понимали, что это нехорошо, что это как бы печальная ситуация, трагическая ситуация, когда они подозревают друг друга. Он что, его подозревают? Они что, они подозревают кое? Да, да. Пардон, а можно на секундочку остановиться? Да, конечно. Все-таки, значит, в чем вот этот постоянный недостаток кеуны? То есть, ну, как бы порочность идет. Нет, не порочность, а отрицательная склонность. В чем она состоит? В том, чтобы попытаться прорваться к Всевышнему, так сказать, через забор? Смотри, мне кажется, опять, я котонти, я маленький, да? Ну, как бы, у меня такое впечатление, но нет такого резкого, как ты говоришь. Что даже если посмотреть вначале, мы не говорим, хорошо или плохо, да? Ну, вот на нафавееву были наказаны. Окей, это мы знаем. Но в целом, в целом, есть натия. То есть, не говорится, что это какая-то порочная ходила натия. Но у них есть некоторая натия. Наверное, натия тоже связана с будущим миром, с восьмым днем, как-то так. Но у кеуны есть некоторая натия. Наверное, эта натия тоже важна для того, чтобы, как бы, не знаю, мир развивался и все. Но ее надо, ее надо, как бы, держать в рамках. Я, опять же, котонти, ну, кто-то приходит на год, смотри, у человека самые сильные инстинкты, включая, как бы, не знаю, инстинкты соединения женщины, да, этот вот, основной инстинкт. Но он тоже, как бы, его надо регулировать. Почему? Потому что он может истиг изнасилования, преступления, пятым-десятым. Ну, сказать, что он порочный, это неправильно, правильно? Ну, как он? Нет, я неспользуюсь. Это я неудачно выразился. Я просто пытаюсь понять, значит, ну, вот, как бы, вот, склонность кошки съесть эту самую сметану. А в чем склонность коинов? Распространяться в мире. Ну, смотри, мне тоже показалось несколько немножко странно, что Киров такое выражение приводит, ну, как бы, по отношению к священнику. Кошка сметана, не знаю, но, может быть, мы не очень, как бы, это правильно понимаем интонации. Ну, забудьте сейчас про окошку и про сметану, потому что, действительно, как-то по-русски вообще звучит немножко смехотворно. Но, в целом, идея в том, что, как бы, Куэнов определяют соблюдать то, за что про них известно, что они, как бы, у них есть слабость, скажем, душевная, идти точно по плану. А им говорят, идите по плану. Андрей, что ты скажешь? Пока здесь просто говорится о том, что у них есть склонность нарушать все указания. Да, хотя, что вообще странно, да, это самый, как бы, главный человек, который входит в самое, там, главное место, и вот ему не доверяют, потому что, как раз у тех людей, которые поставлены на эту службу, у них есть склонность нарушать. Да, казалось бы, уж он-то должен все делать полностью. Да, сто процентов. Представьте себе ситуацию, да, вот вообще, насколько все-таки эти ситуации очень человеческие, искренние, да, то есть просто просится перо и белый лист бумаги для того, чтобы писать романы, делать эти самые экранизации. Представьте себе ситуацию главнокомандующей в Ставке, да, вот у него там высшие офицеры, и вот он уединяется в своем кабинете для того, чтобы принять решение. И они все плачут и его обнимают, потому что они знают, что он вообще такой парень, который с плеча рубит и сейчас такое наделает, понимаете? Обнимаются и плачут и говорят, ну, послушай, ну, мы же знаем, там, он говорит, ну, как же вы можете, и все. Понятно, что в таком месте там недочувств вообще, говорят, железные люди. Я не виноват, да, это у меня гены такие. Ну, да, 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 мы знаем, да, там железные феликсы, понимаешь, какие там эти чувства. А вот здесь, видишь, как сказано, вот так, и в этом мне, вот, и в этом тоже мнембер кажется, вот, как бы, ну, величие Торы, понимаешь? Величие действительно совершенно невозможных описаний. Мы, может, как бы к ним привыкаем, когда вот так смотришь через увеличительное стекло, которое Рафшеки накладывает, действительно совершенно, как бы, непонятные вещи, Андрей правильно сказал, понимаешь? Человек в таком положении, понимаешь, ну, какие тут страсти, какие чувства, понимаешь? Как про этих, опять, Ла Авгель, понимаешь, как про этих чекистов говорили, там, холодное сердце, там, и что-что-то вообще, понимаешь? Ну, какие тут чувства вообще могут быть? Человек дошел до такого паста. Понятно, что у них этих чувств вообще уже все нет, все до этого сгорело. А здесь, оказывается, пьетра. Окей? Ну, чуть-чуть, это самое, поняли, может быть, немного. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем. Да, пойдем дальше. Итак, ешкан маца ба аяти. То есть здесь есть проблема. Есть проблема. Маца в матуах, то есть напряженное состояние. Напряженка, да, напряженка. А коин с арихой фуши яшби у том. Коин нуждается в том, чтобы с него брали клятву, чтобы заклинали его. Макор хапуэль ле ашбиа у асифра шева. Ну, мы опять возвращаемся к этому, да? Да, корень слова заклинать, да, клятву, брать клятву, это, собственно, число семь. То есть семериться, но семериться вообще-то. Да, клятвы, это однокоренное, там, все три буквы совпадают со словом семь. Ну да. В Йон-Кипур коин-гадоль входит святая святых в пространство восьмого дня. Однако он должен помнить, что он связан с днем седьмым, связан с нами. Все время, пока мы находимся в седьмом дне, Тора Моше, она устанавливает... Она Куваат, она та, которая определяет. Да, Тора Моше определяет, как действует в седьмом дне. Ну да. Там мы находимся в седьмом дне. Ай-йо ма-шиви-и гу коль га история ай-нуши. Седьмой день – это вся человеческая история, вся история человечества. Мы находимся в седьмом дне творения мира. И в это время властвует Тора Моше. Правильно. Однако в будущем, ну, Атидлаво – это вот то самое будущее, последние времена, там, воскрешение мертвых, в грядущие времена, то есть те самые времена, когда все изменится. Митсвот лейт-батель, заповеди отменятся, и будет царствовать, будет управлять Тора Аарона. Вот как. Вот так. Круто. Ну, хорошо. Если есть вопросы, спрашивайте. А если нет, то перейдем к следующей совершенно потрясающей вещи о корнях греха поклонения Золотого Петца, которые авторы сейчас показывают совершенно с неожиданных сторон. Идем дальше. Конечно, тут полно вопросов. То есть, получается, у нас есть Тора Моше, Тора Аарона. Тора Моше – это Тора этого мира. Тора Аарона – это Тора будущего мира. То есть, мы как раз прочитали, что вот эти коины, да, они считают себя гражданами будущего мира, и поэтому у них есть склонность нарушать законы этого мира, нарушать Тору Моше. Да. Вот у меня вопрос, связано ли это с тем, что как бы с Аллахой, Шамай и Гелеле, да, то, что считают, сейчас мы идем по Аллахею. А это не знаю. По Гелелю, а в будущем будет по Шамаю. Не знаю. Нехама, если ты будешь слушать нас в записи, то, пожалуйста, вот вопрос Андрея. У меня нет для него ответа. Я не очень как бы знаю. Хотя можно напрямую спросить Раушеркина. Можно напрямую задать вопрос Раушеркина, на самом деле. Что такое вообще Тора Аарона? Мол, я что-то прослушал? Тора Аарона – это Тора будущего мира, да, вот насколько мы сейчас прочитали. Я думаю, что, ну, с одной стороны так. С другой стороны, если Гриша по-простому спрашивает, то Ра Та Аарона и Тора Амуше. Тора Аарона – это, по-видимому, все поведение как бы в храме. А Тора Амуше – это все поведение вне храма, так что ли? И поэтому такие вещи, как, ну, например, Кодашим, куда входил Куэн Агадоль в Йон-Кипур, вот там как бы восьмой день. А в ней этого седьмой день. Седьмой день, то есть как бы правила нашего. Ну, вот так, наверное. Интересно, но тогда получается, что Куэн прав. Если там восьмой день, то там и вести себя надо по-другому. Он прав? Ну, да, ну, да. Ну, ты как бы такой технический делал. Ну, да. Но, с другой стороны, это можно отбить так, говоря, что все-таки Куэн там не сам по себе, понимаешь? Он же не улетает в открытый космос. Он там заходит для чего? Для того, чтобы служить народу. Ну, как бы через свое служение служить народу. Поскольку все мы находимся в седьмом мире, ну, и храм тоже все-таки стоит в седьмом мире. Ну, вот, тем не менее, он должен, видимо, себя соблюдать Турат Моше. То есть учение седьмого дня, а не седьмого восьмого дня. Ну, вот как-то так. Ну, я понимаю, что это как-то некоторое пограничное. Иначе бы он не устранялся на целый день. Переходя в некоторое, по-видимому, в некоторое другое состояние, в некоторый другой мир для того, чтобы искупить этот мир. Ну, я не знаю, так по-русски еще эти искупления дико звучат. Ну, наверное, как бы вот такая штука. Понятно. Ну, точнее, не совсем понятно, но мысль. Смотри, вот на этой же игре, ну, я не могу сказать, игра слихая. Не игре, но, во всяком случае, вот на этом распределении Турат Моше, Турат Аро. Да? Ну, вот, опять, Нахама, можно позволить себе в вольности. Нахама, слихайся, ты будешь слушать наши записи. Вот, но вот у Пинхаса, например, он же тоже, он же берет-то откуда-то, наверное, тоже у Рава Шерки, может быть, или у Маниту. Он тоже разносит Турат Моше, Турат Аро. Те, кто читал, да, книги этого автора. Вот, но у него же есть там, да, он, да, Арон, он вообще потом крестьянство, и 5-е, 10-е, что-то искупление и все прочее. А вот Моше – это иудаизм, и все, и 5-е, 10-е. Знаешь, то есть вот это вот разнесение, сейчас не важно, как бы, как он разносит, но вот это вот разнесение, оно как бы существует. И, по-видимому, действительно есть, как бы, принципиальная разница между Моше и между Аароном. Так, наверное. То есть, по крайней мере, с разницей между письменной и устной это точно не связано, да? Мне кажется, нет. Хотя вот эти вот Дздукин и Прушин, то, что здесь было, я думаю, что это да на эту тему. Я думаю, что это да на эту тему. Потому что, ну, как бы, Прушин – это толкователи, это в дальнейшем, это, по-видимому, устная Тора, это Тамара и так дальше. А Дздукин… Андрей, мы тебя не слышим, если ты нам говоришь. Ну, не важно, Дзеда. Не знаю, кто-то еще в чате что-то пишет. Давайте, давайте, да, мы вопросы услышали. Вот вопрос Гришин. Это что такое? Это кто написал? А, окей, это Лена написала. У меня сейчас, если кто-нибудь кликнет, посмотрите, о чем там идет речь. Окей. Но вопрос Гришин хороший. Запомни его, либо напиши в чате, либо в чате здесь, либо еще лучше в Телеграме. И, пожалуйста, посмотрим, может быть, Нехама сразу ответит. А если нет, то, в общем, он будет вполне задать вопрос Раушерке. Он, как бы, вполне мне говорил, что он очень, как бы, приветствует, что народ, простой народ, типа нас, ему писал письма и все такое. И он, ну, естественно, не сразу же, но, как бы, вполне отвечает. Окей? Лена, спасибо. Спасибо. Лена дала ссылку, где говорится, в чем разница между Торой Моше и Торой Аарозой. А, да? Это на нашу тему? На нашем сайте есть. На нашем сайте. Там много текста, мы потом почитаем. На сайте мы в двух словах. Можешь? Я знаю. Да, скажи в двух словах. Послушай, там стоит больше тысячи статей. Я, кстати, наизусть не выучил всех, скажем так. Ну, есть же еще такая концепция, да, что почему, допустим, ну, как бы в письменной Торе написано, как должно быть, да, в духовном, да, на небесах. А устная Тора, она прикручивает эти законы к тому, как их реально возможно исполнять, да. И поэтому вот эти вздуки, они не принимали устную Тору, поскольку они себя ощущали связанными с будущими временами, да. Получается, что вот эта Тора Аарона, она более жесткая, да, более требовательная, то есть более небесная. Окей. Да. Ну, хорошо, Гриш, вопрос хороший, если можно, напиши его в Телеграме, вот, и если Нехама ответит и от удовлетворит, то да, если нет, то можно вполне задать вопрос Рауше. Значит, на сегодняшний момент у нас ответа нет. Окей? Идем дальше. Идем дальше. Итак, следующий параграф. Шоршор шельхетаеги. В чем корень греха золотого тельца? Как было сказано, в кеуне есть внутреннее стремление к распространению. Ук муколь на тия бенефиш, точно так же, как любое душевное устремление, и хи ювит вешелит кейха. Она одновременно в ней есть и положительная, и отрицательная. Вот, Гриш, более-менее ответ на тот вопрос. А на тия кеуне, куна, это малоте, ми кохе, ит пашту, шеля кодеш. Итак, вот это стремление куанистское, она приобретает свое преимущество, либо, грубо говоря, то хорошее, или то положительное, что есть в этом стремлении кеуны распространяться, она его приобретает из того потенциала, который заключается в распространении святости. Вот так бы я перевел. Ми кохе, ит пашту, шель кодеш. То есть в кодеше, в святости, есть кохе, ит пашту. Это потенциал распространения. А кеуна, которая как бы обслуживает кодеш, если так можно сказать, то она черпает вот свое положительное качество из положительного качества, которое есть, ну, скажем, у босса, у святости. В святости, у святости есть свойство распространяться, у нее есть потенциал распространяться, и поэтому кауна черпает оттуда. Везек гам маша юцер байот. А в этом же заключена причина проблематичности. Аль пи зей в шарла один. Это хэта эгель. И, исходя из этого, можно лучше понять, в чем заключался грех золотого тельца. Ну, вот дальше Раф начинает такое интересное объяснение и говорит, в корне греха золотого тельца находится, заложено стремление народа, стремление народа о том или того, чтобы святость была снаружи. Сейчас посмотрим, снаружи чего. Акадыш бару, каваш и тьек душа бомикдаш. Всевышний, он постановил, либо установил, что святость будет в храме или в скине завета. В амбитэль это цорок бомикдаш. А народ своими действиями устранил, аннулировал необходимость в храме или в скине. Акадыш бару, а марлы муше, ши яле, элаф, элаф, агара, веет айдут, ашер и тен ясим бытоха арон. Всевышний сказал муше, чтобы он поднялся к нему на гору. И, как это свидетельство, эти скрижали свидетельства, должен положить внутрь арона, ковчега. Веарон и есагур бытох кодышка дашим. А этот ковчег должен быть закрыт. Внутри святая святых. То есть, работа или неслужение Всевышнему должна происходить в некотором централизованном месте. Но у куаним у них есть внутреннее устремление сделать именно противоположное. Взять то, что должно быть внутри, для того, чтобы оно распространилось наружу. Поэтому, когда народ видит, что муше не возвращается, а лохот метаквим, спускание или прибытие, скрижали заветно задерживаться. А может, вообще не появятся, не придут. Они обращаются к арону. Дальше идет цитата. Давай сделай нам божество, которое пойдет впереди нас. Аарон отвечает. И как бы согласился на их требования. Он по-настоящему не идентифицирует себя самим грехом. Но он готов быть сотрудничать с ними. И принять в этом участие. Он идет по способу, такому педагогическому, который использовал врач царского сына. Она известна, история про Индика. Индика – это индюка. Которая описана в известном истории Раби Нахаме Браслова, которая называется «Маосе. История про индюка». Тут есть носка. Я вам просто, чтобы не задерживаться, вдруг слава скажу, какая идея. У царского сына, не про нас будет сказано, у него была такая мания. Он залезал под стол, раздевался догола и кричал, что он индюк. И никого себя не подпускал. И все, кто пытались к нему обратиться и сказать, ну, слушай, чувак, ты чего, ты с ума сошел? Ты бы царский сын, тебе не положено. Заговорились с ним на человеческом языке. Он их всех посылал. Не хотел их слушать. Тогда пришел один врач, разбился догола, забрался под стол и говорит. Ну, его царский сын. Ты кто? Он говорит, ну, я такой же индюк как-то. Он говорит, а, ну, индюк, раньше нормально. Ладно, он ему говорит, послушай. Ну, какой-то время с ним пообщался, они стали с вами. Потом он ему говорит, послушай, ты вполне можешь оставаться индюком. Ну, из-за того, конечно, себя одеждой и все. А тут говорит, ну, если мне другой индюк это говорит, значит, все нормально. И так он его вылечил. Вот такая идея. То есть идея с Аароном. Аарон сказал этим индюкам, окей, я тоже индюк, все нормально, ребята. И он таким образом хотел их как бы со мной. Все, такая идея. Теперь дальше. А к чему вообще было создавать такое-то особое положение Киуны? Это история Ле-Эдей Ашламата. Для того, чтобы мы могли продвигаться вперед и вообще довести, я не знаю, историю человечества, либо вообще историю, к совершенству. А, для того, чтобы довести ее к совершенству, есть сорок бедмудши и михуцл и ленине у ла-мазэ. Вот для того, чтобы довести историю к совершенству, или просто, чтобы мир развивался в положительную сторону и дошел до своего совершенства, есть необходимость в личности, которая находится вне дела этого мира. Окей? Вот такой типо индик, это я говорю, он, естественно, этого не пишет. А Куэну Адам... Наоборот, да, что здесь возвышенная личность нужна. Да. Которая за пределами. Она нужна, чтобы развиваться, то есть к чему было стремиться. Да, да, да. Надо быть личностью не от этого мира. Соль в том, получается, что эта личность, она как раз наоборот, она может залезть под стол, да, чтобы подобно Арону. Да, да. Вот в этом Хидуш как раз. Ну, да, ну, то есть Арон как бы не залезал под стол, у него другое место было, там, святая святых, там, 50%. Нет, ну, то, что он как бы соединился со святого тельца, вот это как раз бы это оно. Да, да, да. А Куэн у Адам лориале. Так вот, Куэн, Куэн, священник, либо первосвященник, он человек вообще нереальный, человек не этого мира. Ухай михут слэ шалош байот и крониот шьеш болам. Дальше сейчас Раф будет доказывать. Ну, опять же, как бы через драж, но так красиво. Он живет вне тех трех параметров основных, которые закреплены в этом мире. То есть наш мир, наш мир. Трех проблем этого мира. Да, 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 да. Шалош байот, да, да, да. Вот три главные проблемы этого мира, они определяют его. Какие? Смерть, мавет, парноса, пропитание, вяки шло нот и неудачи. Вот на этих трех как бы проблематичных явлениях основан наш мир. То есть наш мир является таковым. Почему? Потому что в нем есть вот эти три параметра. Смерть, необходимость пропитания и поражение, неудачи. А Куэн и Номит Кареф, а дальше сейчас разбивают все эти три вещи по отношению Куэна. А Куэн и Номит Кареф Ламетин. Известно, что Куэн не может приближаться к мертвому. Вообще Каэны не могут приходить соприкосновения ни с чем, что связано с мертвым. Это для них тума. Таким образом, получается, что в его мире нет смерти. Сам он смертный. Но в его мире как будто нет смерти. Потому что он не общается, не общается, не сопровождает, не имеет права исполнять заповедь, сопровождение, похоронные процессии, хоронить своего родственника и так дальше. Не может это делать. Поэтому как будто он не связан с миром мертвых. Или с смертью вообще. Теперь следующее. Эн оба йот шель парнаса. Ну и тоже проблем парнасы, пропитания у него тоже нет. Почему? Кикулан и форнесимоток, потому что его все кормят. В его иноми митханен им груша. А, в его ломи митханен им груша. И кроме того, Петретий отбивается. Он не может жениться на разведенной. А кто такая разведенная? Ну, тут есть некоторая такая штука. Разведенная – это человек или человека, у которой какой-то прокол в жизни произошел. Вот кишалон. Поэтому произошел развод. Келомар ино баба, домогаем кишалон. Когда он может жениться только не на разведенной. А не на разведенной, значит, вот как бы тоже отбивается так, что не то, что... А понятно, что Арон он смертный. Но то, что он не входит в соприкосновение, ему запрещено сказать с мертвыми, оно означает, что как будто, как будто он не связан с миром мертвых. Пропитание. Ну, понимаете, что он должен есть? Но, с другой стороны, у него пропитание происходит таким образом, что он не должен работать. Или у него он... Не должен как бы человек инженером работать. Окей? Чему другие инженеры по носу приматся? Это два. А третье, третье. Это то, что, по-видимому, он не связан с миром людей, которые прокололись, у которых были какие-то неудачи и которые олицетворяются в образе разведенной. Ну, вот... С миром лузеров, да, как сейчас говорят. Ну, смотри, я не думаю, что каждый разведенный человек, он как бы лузер. Не то, что лузер, а человек. Ну, в этом есть что-то. Смотри, нельзя сказать, что сто процентов, два же два, четыре. Правильно, можно с этим поспорить. Ну, как символика, это красиво, понимаешь? Ну, действительно, человек, который как бы развелся. Ну, это какой-то вид поражения в жизни. Ну, если не поражение, то, Александр, какую-то неудачу или как-то. Ну, вот так, наверное, можно сказать. Ну, Александр, такое вот объяснение. И вот в этом смысле, в смысле вот этих объяснений, он подобен маслу, которое, ну, не растекается, как плавает на поверхности воды. То есть не смешивается с водой, да? Да, да, да. Цаф – это все, что называется цаф. Если слила, слила – это внутрен. Это как бы дайвинг, то, что по-английски. А все, что цаф – это на поверхности… Забыл русское слово, как это называется? Плавает. Плавает на поверхности. Ну, по-русски не знаю, по одно слово можно сказать? Сплывает. Ну, Вась, всплывает этот процесс идти снизу доверху. Оно, в принципе, не может быть снизу. Оно плавает на поверхности. Оно вниз вообще не идет. Ну, да. Цаф, человек, цафальпная маем – это как вот пробка. Да? Пробка, когда там, я не знаю, человек рыбу ловит. У него этот плавок, он и называется, кстати, Мацов. Мацов – это тот, который на цафальпная маем. Окей? Ну, хорошо. Дальше. Не каждый может быть соотноситься или относиться к священникам. Ну, тут как бы такая штука. Да, не каждый человек может удалиться от швилут. Это низменность. В данном случае я не думаю, что есть какие-то низменные страсти и все. В общем, чего-то, ну, как бы, встроенного в этот мир, ну, может быть, трагических моментов. Ну, в общем, чего-то того, что не является мушлам, не является совершенно, как была смерть, как была проноса и как были поражения. Правильно? Она в этом смысле. А не в смысле, что швилут, что в смысле, что это какая-то низменность. В этом нет, в смерти нет низменности. Он смыслит, что это как бы выражение несовершенства. Правильно? И, поскольку Куэн, он выше всякого реального существования, из-за того, что он находится снаружи, так поэтому у него есть возможность проникнуть в глубины существования, ну, человеческого, наверное. И действует так, как действовал Аарон в случае греха Золотого Тельца. А Куэн, в силу своего существования над поверхностью реальных событий, поскольку он находится над реальной ситуацией, то у него есть возможность, да, он способен поднять людей выше реальной ситуации. Почему? Потому что если человек сам настолько погружен... Смотрите, но я не перевожу до слова, потому что это невозможно. Лифне Ашетах – это территория, по поведению. Как бы идея такая, что человек настолько погружен сам, как бы, в этот мир, да, или в деяние этого мира. У Алул-Лахшов этот смо лы инди гамкэн. То он может... А, то он... Алул-Тон способен с отрицательным знаком. Может посчитать себя этим самым индюком. Шиарэ има Адам шаях коль куло лифне Ашетах. У Алул-Лахшов этот смо лы инди гамкэн. Ну, не знаю, тут... Тут игра... Мяль-Кнаэ Ашетах и лифне Ашетах. Мяль-Кнаэ Ашетах – это над действительностью. А лифит-Кнаэ Ашетах – это тот, который находится внутри этих событий. Когда внутри событий, то у него едет крыша, и он становится индиком, правильно? А Арон, он может быть Аароном, и при этом индиком не становиться. Ух, и такая она идея. А стратегия Ши-Ла-Арон и Ши-Царих Ла-Асот – это хэт, яхак, имахотэ, дейла-алотом, мишам. И стратегия Аарона заключается в том, что надо вместе с тем, кто совершает грех, быть вместе с ним, с этим греховным человеком, для того, чтобы поднять его оттуда. Поэтому в качестве центральной директивы учения Моше, оно отрицает такой подход. И только в том случае, если это некоторое экстренное приказание пророка. Ура-Ата Шаа – это такое известное выражение. Скажите мне, я, кстати, думал, когда что, как это по-русски перевести. Вы знаете, есть чрезвычайная, чрезвычайная, была чрезвычайная комиссия, да? И Ла-Авдели вообще как бы произнесена. Есть слово «чрезвычайная»… А, в России же есть какие-то силы чрезвычайных обстоятельств, или как это называется? Ну, помогите мне на секунду. Чрезвычайная ситуация. Ну да, вот чрезвычайная ситуация. Вот если когда есть чрезвычайная ситуация, то могут быть опубликованы распоряжения в соответствии с чрезвычайной ситуацией. Правильно? Например, когда там опасность человеческой жизни, да, и здания рушатся, то можно не спрашивать человека, хочет ли он выходить из дома или нет, а вытаскивать его просто оттуда. Правильно? Ну, вот это вот называется «Ура-Ата-Шааа». Или там «Ура-Ата-Шааа», например, там, не знаю, не выходить из дома. Или «Ура-Ата-Шааа», например, сейчас в Израиле, это то, что могут через телефон обнаруживать у людей, где они находятся. Потому что по-нормальному… Так, что-что? Режим чрезвычайного положения, да? Ну, да, только тут нет слова «режима». Тут сказано «Ура-Ата». «Ура-Ата» – это, в смысле, приказ. Приказ вот чрезвычайной ситуации. Да? Поэтому в нормальной ситуации, так же, действует Аарон, действовать нельзя. То «Ра-Моше», то есть Аллаха говорит, что так действовать нельзя. Ты не можешь присоединяться к грешникам, исходя из того, что сейчас вот ты, как бы, только слившись с ними, ты поможешь ребятам оттуда выкарабкаться. Но как «Ура-Ата» ты можешь это делать, да? Как это делает Нави, пророк. Дальше заканчиваем. «Шитат Моше и Шеадан Осе Машаум Римло». Итак, вот, как бы, система или модель поведения Моше, она заключается в том, что человек делает то, с чем говорят. Это Аллаха. «Имзот, има кирабы легитимуют Шеле-Ура-Ата Шаа». Но, тем не менее, она признает легитимность вот этих постановлений в чрезвычайное время. «Вегам, Ле-Ура-Ата Шаа есть Гдарим». Но, будет, надо понимать, что и у этих директив или законов чрезвычайного положения у них тоже есть Гдарима, а именно ограничения заборы. Окей? Давайте, может быть, на этом остановимся, потому что через 8 минут будет следующее занятие, и у нас будет следующее про Шимона Цадика. Окей? А теперь… Фух! Кто-то что-то хочет сказать? Вообще, много интересного было, на мой взгляд. То есть, получается, что, как бы, вот это свойство коинов «нарушать закон», оно, может быть, его и сближает с простыми людьми, потому что, если бы он был абсолютно безупречен, то он был бы отделен от всех людей, не мог бы их искупить, исправить, получается. Может быть… Даже, да, но только, мне кажется, ни слова «сближает». А в том смысле, что… У них что-то общее должно быть. Ну да, но он Мессугар, он становится Мессугар, он становится способным вытащить их от этих людей. Как, например, первосвященник, это я от себя добавляю, да, как первосвященник вытаскивает себя и народ, в емкий путь. Понимаете? Он должен быть, с одной стороны, отделен от народа, то есть, он не знает смерти, там, заработка и неудач, а с другой стороны, в него встроено вот это чувство, то есть, что ему хочется нарушить закон, да, и он как раз тем самым это его… Ну, как-то так. Да, как-то так. И их поднимает. Да, да, то есть, он находится где-то, вот, парит на расстоянии метра, он с одной стороны, это я говорю, то есть, он с одной стороны, он выделен из народа, вот, по тем трем парадикам, которые ты сейчас еще раз перечислил, а с другой стороны, он, как бы, вполне может слиться с народом, но слиться таким образом, что, тем не менее, у него есть вот какая-то его ипостась, или там коах, потенция, что он может народ поднять из того места, где он находится. Ну, как-то так, но… И сам при этом не, как бы, не забыть то, что он не индюк. Ну, да. А современных хасидов явно тянет в сторону коэнов. Не, это вот чисто хасидская идея здесь вот раскрывается, да. Садик, который опускается в самый низ и поднимает оттуда заблуджик. Да, но важно, как бы, не превратиться в индюка, бля. Да, можно залезть под стол и остаться индюком. Это тоже, вообще говоря, соблазнительно. Поэтому и говорится, что это может только коэн, да, или только… Да, и нави, да, было сказано нави. Можно сказать, как нави, как шита, как системы – нет, но как и урача, как и законы чрезвычайного времени – это, да, может быть. Но и то там это могут быть, как бы, должны быть гадарим, то есть должны быть определенные ограничения. Ну, в общем, такая скользкая область, скажем так. Окей? Ну, смотри, я сейчас скажу такую вещь, она, конечно, опять, не знаю, лап ли я, не лап, не лап ли я. Я сам слышал известный гражданин, который говорит, что с хелонимом надо говорить на языке хелонима. В каком-то смысле это то же самое, что для того, чтобы индюку объяснить так слегка господа хелоним со зранией с индюками. Для того, чтобы индюку объяснить, что, как бы, он индюк, понимаешь, и обвернуть его к людям. Ну, так прикиньте индюком. Ну, это тоже означает, что, наверное, раввинам проще всего или, там, правильно разговаривать на языке, все-таки раввинам, понимаешь, а не индюков. Вот. Но, тем не менее, он говорит, что если ты разговариваешь с внешним миром, разговаривай на языке хелонима, чтобы они тебя понимают. А если ты будешь говорить, как будто ты говоришь в решении, то тебя слушать не будут. Кота, ну, это Раф, конечно, пускай он разговаривает с раввином. Окей? Останавливаю демонстрацию, господа и дамы. Ну, хорошо, мы сегодня пообщались, по-моему, я получил удовольствие. Я не знаю, как вы, я не знаю, как другие индюки. Я тоже, спасибо. Ну, хорошо, господа индюки, я вас поздравляю. Как все интереснее и интереснее. Спасибо, спасибо, было интересно. Дальше в лес больше дров. Окей, ну, хорошо. Спасибо. Замечательно. Я очень надеюсь, что через очень короткое время прибавятся люди, которые будут читать вот вместе с Андреем и со мной, скажем, но я-то ушла, но индюка запусти на 30 лет вообще в любое место, он, наверное, выучится. Ну, тут жена, вообще говоря, удивлялась. Действительно, это поразительно. Кстати, интересно, что по-русски вот это называется дорече. Я не знаю, веке это не называется дорече. Давайте сфатаем, то есть язык, на котором твоя мать говорила, и поэтому как бы. Но по-русски дорече действительно прав. То есть, к чему я говорю? У нас внук, которому меньше трех лет. Он на иврите говорит что-то фантастическое. Он нигде никакие бенианин не учил. То есть, ну, как бы его ивритов никто не учил. Но реально, реально, он, не поправляя нас, он говорит. Она вчера что-то такое сказала, типа про животных что-то, и неправильно сказала. Он ей просто повторил зооним и сказал правильно. Фантастико. Его никто не учил вообще. Откуда он это узнает? Мы как раз удивляемся. Как он знает? Как он эти бенианин знают? Как он знает гемнорусное время? Вообще не ошибается. Блин, откуда это? Вот, да, речь. Но есть выражение врожденная грамотность. Ну, не, ну смотри, но это не настолько. Мы не знаем, как он будет там писать и все. Но это у всех детей. Слушай, ну, опять, это, наверное, все-таки в данном случае это не только свойство иврита. Если его там, не дай бог, он там в эфиопских странах где-то учился или в Африке, он, наверное, на африканском бы говорил, понимаешь, точно так же. То есть, даже как люди по-русски говорят. Вот тут эфиопские дети говорят по-эфиопски, нет проблем. Или там китайские. Но это как бы пшито, понятно. Но само по себе это фантастическая вещь, понимаешь, что выучить ивритм, люди знают, сколько это времени занимает вообще. Шпарит просто со страшной силой. Просто и все правильно говорит, что удивительно. Что дикудитно говорит правильно. Окей? Слава Всевышнему обучении языку. Но, к сожалению, у присутствующих здесь, я думаю, такого шанса уже нет. Поэтому придется грызть гранит науки и изучать ивритм. Я пойду к твоему внуку учиться, хорошо? Да. Ой, с ними проводить время замечательно просто. Насчет иврита это супер совершенно. Просто супер. Окей. Ну, хорошо, господа. Всем счастливо и до свидания. Было очень приятно пообщаться. Оставайтесь на нашем канале, как говорит Михаил. Пожелаем ей путешествия. Счастливо. Всем счастливо. Пока. Пока.